Самый лучший способ учить языки европейские, по крайней мере, читать книги. Вот вы учили алфавит, вы учили грамматику какую-то базовую, а дальше, значит, садитесь читать. В японском это не работает, европейские языки работают именно так. И прочитайте книг пять, и у вас встанет язык, все, что нужно. Я выучил английский язык благодаря компьютерным играм. Мне повезло, что когда я играл в компьютерные игры очень много, еще не существовало переводов. Вот «Седьмой Волк», «Фаргус», аудитория постарше знает, что это за слова, они появились чуть позже, чем мне стало интересно играть в компьютерные игры, и я начал делать на английском. К моменту, когда они появились, переводы эти, мне уже это стало элементом гордости, что я не хочу перевод, я хочу английский, язык я хочу оригинал, потому что это круче. Это такой элемент снобизма был, мне было где-то там 12-12. Я уже не хотел играть в переводе, потому что я считал, что это ущербно. Но это привело к определенным очень смешным последствиям. Когда меня отправили в школу в Канаду на год учиться в пансион, мне нужно было сдать экзамен по английскому. Я его сдал, очень хорошо. Но был очень смешной комментарий. Я разговаривал на языке компьютерных игр. Игры к чему были посвящены? Они были посвящены, я не знаю, средневековый, какой-то фантазийный мир. Да, и язык там, соответственно, такой средневековый. Я говорил все правильно, но я использовал слова, которые люди в нормальной речи не используют. Я этого избавлялся где-то несколько месяцев. То, что я говорил в каком-то высоком английском, с очень вывернутыми словами, которые в естественной речи звучать не должны. И все очень сильно надо мной хохотали. И преподаватели, и студенты, ну, школьники, с которыми я учился в школе, очень сильно хохотали. Это был такой жуткий троллинг, потому что я мог... Я использовал «thou», например. Просто потому что... В общем, было прикольно. Я могу сказать, как я помогал учиться Настеньке. Это Маки, моя бывшая девушка, которая монтирует там видео, помогает и так далее. Она английский язык, когда мы познакомились, не знала. И, по крайней мере, на достаточном уровне. И первое, что я сказал, это прекращай смотреть фильмы в дубляже. Прекращай... Смотри хотя бы с субтитрами. Сначала с русскими, потом с английскими. Буквально за год она слезла с дубляжа, начала смотреть в оригинале, и сейчас владеет английским свободно. Это очень круто. Это доступно каждому. За это не нужно платить деньги. Не нужно нанимать преподавателей в английский. Таким образом выучите гораздо лучше, чем вам его преподаста школа буквально за год. Забудьте о существовании дубляжа. Я, в принципе, не понимаю, как можно смотреть фильмы, в которых играют хорошие актеры, которые получают Оскар за свою игру. Вы слушаете их вот в таком переводе. Ну, сейчас таких переводов стало меньше, да, но, честно говоря, такой перевод, он даже был лучше того, что иногда сейчас услышишь в дубляже. Поэтому слушайте, смотрите кино в оригинале. Это как минимум удовольствие больше получите.